Евангелие Иоанна, 17 глава, откройте, пожалуйста, 15 стих. Еще раз, Евангелие Иоанна, 17 глава, мы начнем с 15 стиха. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Как я только что упомянул, 17 глава – это так называемая первосвященническая или ходатайственная молитва, когда Иисус молится об учениках, которых Он воспитывал на протяжении трех с половиной лет, которых Он получил от Бога и которых Он оставлял здесь на земле, и Он понимал, что их ожидает сложная жизнь, сложные обстоятельства. И вот перед тем, как оставить их, Он специально посвящает время для того, чтобы просить Отца, для того, чтобы молиться Небесному Отцу о них специально. Виталий уже говорил о том, что мы посвятили сегодняшний день тому, чтобы молиться о наших детях. Мы посвятили его тому, чтобы молиться о наступающем или наступившем уже для некоторых учебном годе. Мы знаем, что наши дети, идя в школу, соприкасаются там с совершенно иной системой ценностей. Они соприкасаются там часто с людьми, которые враждебны ко Христу. Они соприкасаются или даже погружаются в систему, которая построена на антихристианстве. То есть, это не просто система, которая не поддерживает христианство. Часто, очень часто, эта система явно враждебна христианству идеологически. Более того, она построена на то, чтобы разрушать веру, для того, чтобы, или точнее, прививать веру ту, в которую они верят. Веру не Божию. Какой верой движим этот мир? Этот мир движим верой в человека. Верой в человекоцентричность, верой в успех человеческого разума, верой в способности людей. Человечество пронизано этим, а система образования, она представляет собой квинтэссенцию этой веры. То есть, это наиболее, по-английски можно сказать, артиклар парт, или вот эта часть, которая в наибольшей степени может выразить эту идею. Это носители этой идеи. И они не просто выражают эту идею, они очень искусно и часто навязчиво продвигают эту идеологию, насаживают, насаждают эту идеологию. Они делают учеников. Они делают учеников, своих собственных учеников, в свою собственную веру. крестяя их в своих собственных богов. И мы понимаем, что это так. Мы, старшее поколение родителей, видя, понимая, что дети наши соприкасаются с этой реальностью, мы молимся Богу о них. Поэтому мы посвятили сегодня этот день тому, чтобы специально молиться, специально посвятить время тому, чтобы по-особенному молиться сегодня о молодом поколении. молиться о младших детях, которые идут в школу, молиться о старших, которые идут в колледжи, в университеты. Это не просто формальность, это не просто ежегодная традиция, когда мы собираемся вместе для того, чтобы вот совершить такую молитву. Нет, это духовная необходимость. И дай Бог, чтобы мы молились не только сегодня, молились на протяжении всего года, чтобы мы могли поставить вот этот молитвенный щит, защиту молитвенную, которая сохранила бы, которая бы выполнила эту функцию. И мы сегодня будем молиться. Сегодня у нас, вы видите, здесь есть микрофон, и сегодня у нас будет возможность родителям выйти сюда помолиться, и студентам, вот тем, кто пойдет в школу, или уже пошел в университет, вы можете выйти сегодня сюда и помолиться, чтобы мы все вместе вознесли к Богу эту молитву. Я говорил вчера с братьями на Пресвитерском совете, у нас была встреча о том, что за последний год я по-особенному наблюдаю проявление силы молитвы. Мы знаем об этом, и мы испытывали силу молитвы в разных ситуациях в их жизни, но вот за последних нескольких, несколько событий в нашей жизни, в нашей церкви, мы как-то в особенной форме это видим проявляется. Вот почему нам нужно понять, что то, что сегодня происходит здесь, играет чрезвычайно важную роль, колоссальную роль в жизни всей церкви, в жизни каждого человека, каждого человечка маленького, который пойдет в школу, или пошел уже в первый класс сегодня, или в какой класс пошел. Итак, когда мы обращаемся к этим словам Иисуса Христа, мы видим две вещи, которые утверждает Христос здесь. Первое, что он говорит, он говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира. Эти слова говорят о том, что любящий наш Господь Иисус Христос, который воспринимает нашу боль как свою собственную, который понимает, что трудности, через которые мы проходим, они реальные трудности, они создают определенную сложную ситуацию или определенное давление в нашей жизни, они связаны с необходимостью преодоления этих трудностей. И несмотря на это, он говорит, я не молю, чтобы ты взял их из мира. То есть это позволяет нам сделать следующий вывод. Вот это интенсивная ситуация жизни, в которой мы сегодня находимся, включая состояние мира, включая эти идеологические бури, включая агрессивность, включая самые разные формы выражения либерализма, антихристианства, аморальности и так далее. Самые разные формы. Мы видим, что все это допустимо в Божьем плане. Это часть Божьего плана. И Бог, видя все то, что происходит, Он говорит, я не молю, чтобы ты взял их из мира. Да, это сложный мир, да, это ситуация, в которой нужно будет очень много сил, нужно особое посвящение для того, чтобы преодолеть вот эти все бури, в которых находятся эти люди. Но я не хочу, чтобы ты их оттуда забрал. Это первое, что нам нужно понять здесь. Второе, о чем Он говорит. Он в этом утверждении, в этой молитве или в этой части своей молитвы, Он говорит, я не молю, чтобы ты взял их из мира, но молю, чтобы сохранил их от зла. Посмотрите, друзья, первое Бог исполнил, да, Он не взял их из мира. Если Он первое исполнил, Он исполняет и второе. То есть молитва Иисуса Христа, вот та молитва, она принесена не только за учеников, которые стояли там или сидели в этой горнице, в которой они находились в то время. Эта молитва была, описана в 20 стихе, не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их. То есть фактически о нас, о каждом, кто сегодня живет, о каждом, кто сегодня соприкасается с этим давлением, с разными обстоятельствами, которые нас окружают. Для того, чтобы нам немножко лучше сориентироваться, каким образом вот эта Божья, или эта молитва Иисуса Христа, которая гарантирована Богом, что она услышана, и Бог отвечает на эту молитву, чтобы нам увидеть, как это практически происходит, я хочу посмотреть на две грани, связанные с миром. Мы посмотрим на несколько текстов Священного Писания, которые помогают нам увидеть это. Во-первых, мы посмотрим на опасности окружающего нас мира. Как я уже сказал, эти опасности, они угрожают всем нам. Но наши дети, студенты, школьники, они соприкасаются с наиболее агрессивной и наиболее интенсивной частью этого мира. Почему я уже говорил? Дело в том, что система образования, она является наиболее активным носителем идеологии человекоцентризма. В принципе, Богу противостоит человек, утверждающий себя. Система образования это люди, которые продвинуты намного сильнее, чем другие. И поэтому они могут не просто жить, многие люди просто живут, утверждая себя, а эти люди могут еще обосновать эту жизнь идеологически, философски. Они могут еще представить аргументацию, которая может казаться убедительной, особенно для неутвержденных молодых людей. По этой причине мы говорим об опасностях окружающего нас мира. Если мы посмотрим на Писание, мы можем увидеть, что есть три основных источника опасности окружающего мира. Это дьявол, это сам мир как система и это наша собственная плоть. Давайте мы посмотрим по порядку. Посмотрим сначала на первую опасность, которую нас окружает, это дьявол. Мы должны ясно понимать, что за всеми программами, за всеми философиями, за всеми формами давления, которые встречаются в обществе, стоит один главный враг, главный противник Бога и противник людей, враг человеческих душ, дьявол или сатана. Он за всем этим стоит. То есть, когда мы говорим об идеях, которые, казалось бы, всего лишь навсего разные варианты мышления, мы должны давать себе отчет, что эти идеи рождаются или же в Божьем разуме, или же в дьявольском штабе, который атакует человечество. То есть, нам нужно ясно понимать, что мы имеем дело с ситуацией, в которой достаточно активное действие, даже не активное, а агрессивное действие дьявола. Апостол Петр говорит в 5 главе 8 стих, он говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Заметьте, Петр побуждает, ободряет нас, чтобы мы могли трезво мыслить, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы посмотрели на ситуацию в реальности, чтобы мы ни в коем случае не недооценивали ее. Он говорит, трезвитесь, не расслабляйтесь. Почему не расслабляйтесь? Потому что противник есть, противник ваш. И дальше говорит, дьявол. Слово противник, это слово сатана, то есть сатана, который вам противится, дьявол. Слово дьявол, это лукавый, обманщик. Это противник, который бьет или атакует не только в лоб, не только агрессивно в лобовую, но он атакует еще и разными какими-то путями, хитрыми путями. Дальше говорит, противостойте ему твердую веру и знай, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Апостол Павел говорит об этом же посланник к Ефесянам 6 глава 12 стих. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века, и этого против духов злобы поднебесной. То есть речь идет о целой системе духов. Существует дьявольский штаб, который разрабатывает программы. И он разрабатывает программы для каждого поколения, для каждого типа идеологии. Он разрабатывает программу для каждого человека индивидуально. Для чего? Ища кого поглотить. Это его цель. Вот почему мы молимся. Вот почему мы не просто собираем наших детей и говорим ребятки, ведите себя хорошо и будьте смелыми. Мы приходим к Богу и мы молимся о Божьей защите, потому что мы знаем, что противник дьявол и вся эта система духовная. Вот почему чрезвычайно важно общее состояние церкви. От него в огромной степени зависит, насколько защищены будут наши дети от вот этих всех дьявольских систем, духов злобы поднебесной. Они кишат здесь. На земле кишат духы злобы поднебесной, так написано. И они не просто кишат хаотично, они каждый со своим заданием, каждый со своей целью. Итак, это первое. Первое, что мы должны понять, существует один враг, который стоит за всем этим, это дьявол. Второе, это мир. Мир является наиболее сильной и действенной оружием, которое использует дьявол. Что такое мир? Когда мы говорим о мире, речь идет о следующем. Смотрите, после грехопадения люди из земля, естественно, Бог потом землю подвел под проклятие греха, люди попали в царство дьявола. Мы видим об этом очень много, когда Христос спасает людей, Он выводит их из царства дьявола и переводит их в царство Иисуса Христа, в свое собственное царство. То есть, когда мы говорим о мире, мы имеем в виду совокупную систему ценностей или философии жизни, мировоззрения, царствующие большинства людей в мире. Если посмотреть по большому счету, то все мировоззренческие конструкции, которыми живут люди в мире, их можно разделить на две категории. Богоцентричное мировоззрение и человекоцентричное мировоззрение. Богоцентричное признает Бога главой всего, началом и концом, смыслом всего существования. Человекоцентричное мировоззрение ставит человека на это место. Теперь посмотрите, когда мы говорим о том, что за всем этим стоит дьявол, речь не идет о том, что здесь бесы являются каждому человеку. Нет, дьявол очень хитер. И для того, чтобы осуществлять свою программу, он осуществляет это чаще всего, в большинстве случаев, посредством идеологии. Он инспирирует различные идеологические конструкции, различные моды мышления, различные желания, различные формы развлечения, различные формы удовольствия и так далее. Он инспирирует и развивает, используя технологии, используя человеческий разум, используя все, для чего люди достигают, для того, чтобы из всего этого построить одну систему, которая называется мир. 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих написано об этой системе следующий, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего». То есть, это человекоцентрично, это человеками, людьми генерировано. И мир проходит, и похоть его, то есть, он говорит, все то, что люди произвели, однажды исчезнет, а исполняющий волю Божию пребывает во век. Итак, это Божья квалификация мира, это его объяснение, что такое мир. Ифицианам 2 глава с 1 стиха говорится о том, что все люди до обращения, они живут, посмотрите, 1 стих или 2 стих, в котором вы некогда жили по обычаю мира сего, и дальше, смотри, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления, то есть, смотрите, за этим миром и его обычаями стоят духи, духи князь, господствующий воздух, духи противления. В другом месте апостол Павел предупреждает верующих, чтобы они не были подвержены искушению жить под влиянием этой идеологии. Посмотрите, Колоссянам 2 глава 8 стих, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Заметьте, опасность заключается в следующем, что верующие люди, христиане, они могут попасть в искушение, в обольщение, чтобы жить по преданию человеческому, по стихиям мира. Очень точное слово стихии, это неконтролируемые процессы глобальные, которые вокруг нас, которые умы возмущают. Он говорит, смотрите внимательно, потому что будет постоянное искушение жить по этим стихиям, а не по Христу. Ибо в Нем, во Христе обитает вся полнота Божества телесная, и вы имеете полноту в Нем. Нужно жить этой полнотой. Для школьников и студентов враждебное действие мира в особенной степени выражается в трех основных сферах. Я их перечислю, чтобы мы их знали, имели в виду, о чем же мы сегодня говорим. Первое – это антихристианская идеология системы образования. Я уже сказал в начале о том, что в образовании собраны наиболее мыслящие люди. И так как они являются носителями идеологии небожьей, или в данном случае мы имеем дело с антихристианской идеологией, не просто безбожной, антибожественной, антихристианской. Я не говорю о всех, но очень часто большой процент людей, которые собраны там, они умеют думать, они умеют говорить, они умеют аргументировать, они знают литературу, они знают искусство, они знают философию, и они могут очень эффективно доносить вот эту свою идеологию до сознания людей. Мы это пережили, мы жили в Советском Союзе, в котором идеология была вся схвачена, вся находилась под жесточайшим контролем коммунистической партии, и она естественно была человекоцентричной идеологией, и она атеистическая была идеологией. И одной из главных целей этой идеологии было формирование мышления, начиналось с октября, с первого класса. И на протяжении всего процесса роста и формирования специальные организации занимались идеологическим формированием умов. Сегодня это не так организовано, не так организовано только в том смысле, что нет одной какой-то системой партийной, которая бы это все выстраивала. Но будьте уверены, что дьявольская идеологическая система есть. Там есть один инспиратор, который все это движет. Поэтому антихристианская идеология системы образования, конечно же, сегодня очень активно воздействует. Псалом 13, первый стих написан, сказал, «Безумен в сердце своем нет Бога». Это старо, старо как мир. Это не только 21 век. Посмотрите, это псалтырь, псалмы Давида, это 10 век до нашей эры, до Христа. Если мы посмотрим на самое начало книги «Бытие», мы увидим, что там уже появляются люди, которые в своем безумии говорят «нет Бога». Что это значит? Это значит, что они выстраивают систему объяснения реальности без Бога в этой картине. Это было еще тогда, и псалмопевец говорит «это безумие». «Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро, Господь призрел на станов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющие и ищущие Бога». То есть, это распространяется очень сильно. Это первая опасность, которую мы должны понимать. Вторая опасность – это давление авторитета безбожных учителей. Есть система, есть носители этой системы. Это люди, которые имеют авторитет. В школу зачем ходят? Чтобы учиться. Учатся у кого? Учителей. И когда учителя в своей позиции не преклоняются перед Богом, а, может быть, еще даже откровенно насмехаются над Ним, и, может быть, откровенно унижают христианство, то здесь возникает конфликт. Этот человек, у которого я учусь математике, физике или другим каким-то дисциплинам, этот человек передает вместе со своим знанием немножечко и самого себя, и своей собственной позиции. Вот почему. Это очень опасное состояние. Это действительно там, где особая Божья защита нужна. Их знания, образованность, популярность в обществе, их уверенность в себе делает привлекательными этих людей в глазах студентов, и поэтому они очень часто могут свою собственную идеологию продвигать. И не только идеологию, а образ жизни очень часто. Второй Тимофею, апостол Павел пишет Тимофею, когда он начинает третью главу с тем, что говорит, знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, и потом говорит, так и эти противятся истине. Люди, разращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед теми, как и с теми случилось. Вот здесь посмотрите, он говорит, а ты последовал мне. Вот это наша молитва сегодня о наших детях. Это то, что мы опять-таки переживали, когда находились под прессингом атеизма, атеистической системой. Когда мы сталкивались с людьми, которые нам объясняли, что мы уже без пяти минут в коммунизме, несколько шагов мы будем в коммунизме, а вы здесь отсталые пережитки прошлого, мракобесы, мешают нам жить. Вот там нужно было выбирать, кому ты последуешь, вот этой мощной системе, которая торжествует, казалось бы, во всем. Или же ты последуешь тем, о которой здесь говорит апостол, а ты последовал мне в учении, в жизни, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении. Это вторая опасность. Третья опасность это давление развращенных сверстников. Мы сталкиваемся сегодня с явлениями все больше и больше о том, что поколение, которое сегодня подрастает, огромный процент из них растут в неполных семьях. То есть, это значит, или папы нет, или мамы нет, или пятый папа уже, или два папы, или две мамы. То есть, самые разные конструкции, которые существуют сегодня. Это говорит о том, что дети растут без такого целостного подхода к ним. Это первое. Во-вторых, большинство детей растут, не имея элементарного понятия о Боге и о христианстве. Вы помните, наверное, Женя Шкаровский рассказывал здесь, когда подводил итоги ВБС, которая была, Vacation Bible School, который был у нас. Вот. И он говорил о том, что многие дети не имеют понятия, что такое грех, и кто такой Бог, и вообще, как к этому всему относиться. Времена, когда люди знали об этом с молодых ногтей, как говорят, или с детства, с молоком матери воспринимали. Эти времена уже прошли, этих времен нет. Поэтому эти люди, к сожалению, многие даже те, кто исповедует христианство, они в действительности пропитаны совершенно другой идеологией. Вот они составляют большинство, среди них есть популярные, они оказывают какое-то давление. И для того, чтобы стоять против вот этой группы людей, для этого нужно мужество. Для этого нужен какой-то стержень внутри, чтобы не прогнуться под эту всю систему. Я вспоминаю свои школьные годы, когда на нас оказывали давление в 7-8 лет. Я смотрю сейчас на 7-8 летних, и я просто не представляю себя. Я просто не представляю. Это чрезвычайно сложно. Но это так. Это факты, с которыми мы сталкиваемся, с которыми сталкиваются наши дети. Притча 1-я глава 10-я стих специально предупреждает. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Заметьте, Библия все это предусматривает. Это действительно реальная жизнь, в которой мы с вами сегодня находимся. Но есть еще третий враг у нас. У нас есть первый враг, это дьявол, конечно, второй враг, это мир, система. Третий враг, это плоть. Чем опасен этот третий враг? Дело в том, что дьявол сам, как мы уже говорили, чрезвычайно редко сам непосредственно воздействует на людей. Я имею в виду в духовной форме являясь атакуя. Это чрезвычайно редкое явление на земле. Дьявол чаще использует мир для этой цели. Но вот непосредственное поражающее действие никогда он не может сделать без того, чтобы активизировать плоть. Что это такое? Плоть – это остатки грешной природы, которая живет в нас, которую мы унаследовали. Что делает дьявол? Дьявол как бы имеет для себя союзников в каждом человеке. Он показывает в мире или давление, или что-то привлекающее, или что-то заинтересовывающее, какие-то вещи, которые призваны возбудить плоть. Самые разные вещи. Например, страх. Страх – это чувство плоти. Страх, когда человек интимидейтед, или он запуган чем-то. Это плоть. Дух имеет силу. У нас дух небоязвимый, сейчас будем читать об этом. Но плоть боится. Таким образом, дьявол организовывает систему мира, чтобы эта система мира воздействовала на плоть, и плоть начинает действовать, и плоть начинает контролировать, человек начинает бояться, и он начинает play on, то есть он начинает подстраиваться под систему. Или наоборот, не только страх, а похоть, когда он показывает что-то желаемое, что-то интересное, что-то, что делают люди, когда они приходят и рассказывают, как они провели свои выходные, что они делали, какой фан у них был, и так далее. Это система, которая построена на то, чтобы активизировать внутренние процессы, активизировать желания, которые, если человек не будет контролировать, оно поведет его дальше, и оно будет разрушать изнутри. То есть дьявол всегда разрушает людей только посредством активизации их собственной плоти. Помните, сам Христос говорил, не бойтесь убивающих тела. То есть убивая тело, ничего не сделаешь. А вот когда плоть активизируется, когда греховное начало возбуждается, вот тогда опасность настоящая. Галатам 5 глава 16 с их мечтами. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Итак, мы имеем дело с тремя ключевыми врагами, которые атакуют нас. Они атакуют всех. Мы в данном случае молимся за студентов, за школьников, потому что это атака более специфичная, это атака более агрессивная, которая обрушивается на них, и они более уязвимы по причине того, что они еще не сформированы, они еще находятся в процессе формирования. Ну, кроме этого, кроме опасности, Писание очень много говорит о силе для победоносной жизни. То есть, когда Христос говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира, Он здесь же молится, но чтобы ты сохранил их от зла. То есть, Он обеспечивает нас силой. Послание к римлянам, 8 глава, 37 стих написано, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть, Бог нас любит настолько, что Он дает нам свою силу, которой достаточно для преодоления всей вот этой машины дьявола, мира и плоти. Вот это нам нужно понять. Вот почему мы молимся с надеждой. Вот почему мы молимся с уверенностью, что Бог слышит нашу молитву. Мы молимся, зная, что у Бога есть механизм in place, есть механизм, который вот здесь, который предусмотрен для того, чтобы Он мог осуществить или помочь нам устоять, или преодолеть в этих трудностях, в которых мы находимся. В чем заключается эта сила? Во-первых, это побеждающая сила Бога. Бог сильнее дьявола, Бог сильнее мира. Мы видим это в самых разных местах Писания, я не буду их читать, все я приведу вам несколько только текстов. О Христе сказано Колоссянам 2,15, что Он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. То есть, заметьте, вот эти духи злобы поднебесной, они побежденные духи. Они атакуют только тех, кто не спрятался во Христе, кто не находится под защитой Иисуса Христа. Защита Иисуса Христа достаточно сильная, Он отнял силу на части властей. Это те же самые слова, которые мы читаем в 6 главе Послания к Ефесянам. Он отнял эту силу, Он опозорил их. Вот сегодня они, кажется, торжествуют и унижают, и позорят христиан. Друзья мои, они уже опозорены, и они однажды, будет это продемонстрировано абсолютно ясно. Вы знаете, мы далеко можем не ходить для этого. Это не только нам нужно дождаться вечности или финального обобщения, завершения всего, что происходит здесь на земле, чтобы увидеть это. Мы, Бог дал нам это увидеть в нашей жизни. Когда те люди, которые нас унижали, которые торжествовали в своем атеизме и смеялись над христианами, когда они вдруг остались у разбитого корыта, когда вся эта система в один миг разрушилась. И у них ничего не осталось, за что держаться. То есть то, что здесь написано, что он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой, друзья, это факт, это абсолютно реальность, и нам нужно ясно помнить обе. Сегодня мы, правда, живем еще в период борьбы. 1 Коринфянам описывает эту борьбу, 15 глава, 24-25 стихи, он говорит, а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую силу, всякую власть, ибо ему надлежит царство, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Друзья мои, особенно я хочу обратиться к студентам, к школьникам. Знайте, что Бог победит. Знайте, что эта борьба, которая ведется сейчас, в этой борьбе уже есть победитель. И однажды произойдет вот этот момент, в котором написано «Низложит всех врагов под ноги свои». Это чрезвычайно важно знать. Библия – это книга о победе Бога. Почитайте ее сначала до конца, и вы увидите, как описывает она вот этот конфликт, который существует, и как приходит этот конфликт к своей кульминации. Где оказывается дьявол, его ангелы, и вся эта рать, которая его поддерживает? В озере огненном. А Бог и те, кто с ним торжествуют в вечном общении блаженства. В этом суть христианства. И эта сущность повторяется, и мы видим, как оно практически действует в нашей жизни. Даниила, вторая глава в своем видении, которое Бог дал Новходоносору, Бог через пророка Даниила говорит о том, что Христос однажды разрушит человеческие империи. Заметьте, речь идет об империях. Вторая глава, 44 стих. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину и серебро. Помните эту историю, когда этот истукан, который состоял из разных металлов, и когда оторвался камень от горы, и он без рук человеческих оторвался, и он разбил всю эту конструкцию. Речь идет о том, что Бог победит не только дьявол, он победит мир. И как он победит? Ясно написано, что вот этот камень, это Мессия Божия, это Христос, который приготовленный, Христос, который восторжествует над царствами, над идеологиями, над этими философиями, которые сегодня вам пытаются показать, что это верх всего. Однажды наступит то время, когда царство Иисуса Христа, оно действительно разобьет все эти системы. То есть это не просто духовное явление, это явление, которое противостоит и разрушает систему, мировую систему вот этих империй, которые имеют свою собственную идеологическую базу. Иисус говорил об этом Иоанна 16, 33, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, то есть в мире, в котором мы живем, мы будем иметь скорбь, но мужа здесь». Он говорит, «Я победил мир». То есть Он победил мировую систему и Он посредством этого говорит, что мы имеем сегодня основания для того, чтобы иметь глубокий шалом, глубокий покой, мир в сердце наше. Иоанн прямо говорит об этом 1 Иоанна 4, 4, «Дети, вы от Бога и победили их». Послушайте, «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Я хочу попросить всех студентов, школьников сегодня выучить этот короткий стих. Вы можете выучить его на русском, на английском, а еще лучше и на русском, и на английском, чтобы помнить хорошо. Посмотрите, очень короткий, но чрезвычайно важный. Если вы христианин и христианка, вам нужно знать, дети, вы от Бога, и вы победили их, даже если вам кажется, что они сегодня торжествуют. Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Это то, что нам нужно запомнить, и это то, что должно стать основанием нашей жизни. Живите с Богом, и вы будете победителями. Вы никогда не постыдитесь. Второе. Кроме того, что Бог победил мир, Бог победил дьявола, победил мир. Второе. Истина побеждает ложь. Бог побеждает мир дьявола. Истина побеждает ложь. То есть нам чрезвычайно важно быть на стороне Бога всегда. Первое. И второе. Быть на стороне истины. Как бы эти люди не представляли свои системы, не аргументировали, не объясняли их, мы точно знаем, что истина всегда у Бога. Иисус говорил когда-то «Я есть путь истины и жизни». В одном из разговоров с фарисеями и книжниками он очень прямо сказал, что всякая ложь исходит от дьявола. Иоанна 8,44 написано «Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человеко-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». То есть нам нужно ясно понять, на какой стороне мы стоим. Верим ли мы истине, или же мы стоим на позициях, которые исходят из того, кто является автором лжи, отцом лжи. Писание говорит о том, что все верящие лжи однажды будут постыжены. Римлянам 2,8 «Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости гнев». Как бы им ни казалось, друзья, мы сегодня живем в век, в котором неправда стала каким-то достоинством человеческим, уже не пороком. манипуляции, самые разные формы полуправды, оттенки какие-то лжи, сегодня используются всеми, всеми политиками, людьми, которые в науке и так далее. Здесь ясно сказано, те, кто не покоряются истине, они наследуют ярость и гнев. 2 Фессалоникийцам 2,12 сказано, да будут постыжены, осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Сколько бы люди не говорили и не пытались утвердить свои собственные системы, если они построены на неправде, они однажды сокрушатся, а сила наоборот в истине. 1 Иоанна 2,14 написано, я написал вам отцы, потому что вы познали безначального, я написал вам юноши, потому что вы сильны, почему сильны, потому что Слово Божие пребывает в вас и вы победили лукавого. Почему победили лукавого? Потому что истиной пробиталось сознание, потому что истина является двигателем. В 5 главе этого же послания Иоанн говорит, что наша победа основана на вере в истину. 5 глава 4 стиха «Бо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и это есть победа, победившая мир, вера наша». Речь идет о вере в истину. Итак, первый вопрос, на который нам нужно ответить сегодня. На чьей стороне вы? С Богом вы или с миром? Первое. Второе. Вы стоите на позиции истины или лжи? Истина у Христа мы знаем, истина в Божьем Слове. Верующий в истину побеждает мир. Проблема многих поражений, многих людей, в том числе и молодых людей, заключается в том, что они не понимают этой дуалистической или дихотомичной картины. Она имеет только два положения, там нет середины. Они думают, что можно допустить какую-то полуправду, они думают, что можно где-то какие-то формы лжи допустить в жизни. Всякий человек, допускающий полуправду, он обязательно будет поражен. Да, правда, за истину приходится стоять. Да, правда, тех, кто верит в истину, они, конечно, не будут популярны, когда вокруг правит ложь. Конечно, их будут преследовать, конечно, их будут осуждать, их будут выставлять где-то на поля жизни. Но мы точно знаем, что истина однажды победит. Есть третий еще фактор, который нам нужно помнить. Мы говорим о том, что Бог побеждает мир или побеждающая сила Бога. Дальше мы имеем дело с побеждающей силой истины. Истина побеждает ложь. Есть еще третье. Любовь побеждает ненависть. Нам нужно при всем этом ясно понимать, что находясь в этом агрессивном мире, мы находимся не в позиции агрессивной обороны. Наоборот, Бог наполняет наши сердца своим присутствием и когда Он наполняет нас, то с Ним приходит и способность любить этих людей и любовь побеждает ненависть. Римлянам 8.37 мы уже цитировали, но все это преодолеваем силою, заметьте, возлюбившего нас, подчеркнута любовь Божия. Мы это видели много раз. Мы видели в нашей жизни. Мы видели это на практике сбывающейся, когда крестьяне, которые гнали, которые относились с любовью и состраданием к этим людям, которые гнали, когда они в конце концов побеждали. Это то, о чем говорится здесь. Иисус говорил об этом в Матфея 5.44 «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Невозможно быть победителем, не будучи носителем Божьей любви». Римлян 12.21 сказано «Не будь побежден злом, а побеждай зло чем? Добром, любовью Иисуса Христа». 2 Тимофея 1.7.8 Еще один важный стих, на котором я хочу закончить это свое короткое обращение. Написано следующее «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, силы Божьей и любви, любви Божьей и целомудрия. Это способность не поддаваться греху, способность контролировать себя, свою жизнь, свои желания. Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok